Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и сегодня у нас вот такое вот внеплановое видео, потому что в стране произошли очень трагические новости, и я понимаю, что я делаю более развлекательный контент, и такие тематики я никогда не затрагивала, но дело случилось очень резонансное. Таких событий у нас не было уже очень давно, 7 лет, насколько я помню, потому что прошлый взрыв метро, который был в 2010 году, я помню очень хорошо, потому что утром я ехала в метро как раз-таки за полчаса до этого взрыва, и эта тематика касается вообще каждого из нас, кто проживает на территории Российской Федерации, те, кто каждый день катается в метро. Просто в таком одном из самых красивых городов в России случилась такая ужасная трагедия, которая просто не поддается никакому смыслу, и я просто хочу выразить соболезнование Питеру, и как-то, не знаю, вот, честно, вообще вот, ни настроения нету, ничего, и просто сейчас у людей будет снова паника. Сейчас у всех будет этот страх опять, потому что я знаю очень многих людей, которые мне написали, что типа, ребята, мы лучше будем наземным транспортом ездить, и даже я сегодня, когда прочитала эту новость, когда как раз-таки ехала в метро, и я очень, на самом деле, боюсь есть в метро, это один из моих больших страхов, и когда я сегодня эту новость получила, через телеграм, я подписана на многие каналы, обратной дороги я села уже на МЦК и поехала уже по МЦК, потому что, ну, как-то так. И я ни в коем случае не хочу форсить на этом событии через видео, потому что, ну, просто мне хочется, чтобы люди задумались, и как вот я вот вам ранее рассказывала, говорила, что мы все должны понимать, что завтрашнего дня может не быть. Ну, вот такая вот жизнь. Поэтому я всегда всех призываю, живите и одним днем радуйтесь жизни, любите близких, делайте то, что вы хотите, пробуйте в себя в чем-то, экспериментируйте. Ну, просто живите, вот, живите на всю катушку. Я понимаю, что по статистике попасть в то же ДТП больше шансов, чем погибнуть от террора, но... Когда такие случаи происходят, ты невольно как-то впадаешь в какой-то ступор, и у тебя идет такое паническое состояние, что ты понимаешь, что это может случиться вообще с любым человеком. Я к сегодняшнему дню подготовила очень много разных роликов, именно веселых, я хотела вам рассказать о своем домашнем животном, который я недавно завела, но я понимаю, что сейчас не то время, чтобы веселиться, и не то время, чтобы как-то радоваться чему-то, ну, серьезно, потому что настроения вообще никакого нет. Когда такие события происходят в твоей стране, на твоей родине, и я не хочу, как бы, сейчас углубляться в политику и говорить то, что сейчас будут очень сильно затрагивать интернет и так далее. Скорее всего, объявят День Траура, потому что, ну, сами понимаете, произошла трагедия. Я уверена, что очень многие блогеры запишут подобные видео, но каждый как-то переживает по-своему, возможно, что кому-то это проще высказать вот так вот, как мне, через камеру. И кому-то проще, не знаю, написать посты какие-то, но это все очень страшно, серьезно. Когда это происходит у тебя в стране, это касается реально каждого человека. Поэтому давайте будем друг друга себя ценить, любить, беречь. И главное, чтобы это были не пустые слова. Как многие любят говорить в каких-то острых ситуациях, это нужно понимать еще и в другой жизни. Когда у вас все хорошо, когда вы думаете, что так всегда и будет, но когда что-то острое начинает вас касаться, как драма, как горе, почему-то тогда все люди только сплочаются. Почему люди не сплочаются, когда все у всех хорошо? Каждый вдоль у своему присущему эгоизму начинает отдаляться друг от друга и жить в своем мире. И я надеюсь, что после таких событий что-то улучшится, система безопасности станет лучше, по крайней мере. Я думаю, что очень многие люди уже посмотрели эти кадры, которые идут в новостных лентах, в Твиттере, на Ютьюбе. Потому что уже начали выкладывать все больше и больше материала. Видели этот вагон. Многие пассажиры снимали, я вообще не представляю, как можно в такой стрессовой ситуации что-то снимать, но все то, что было показано, это так просто как-то странно и вроде бы культурная столица. И такой кошмар. Поэтому я очень хочу, чтобы вы понимали, что каждый день нужно проживать реально как последний. Я реально хочу, чтобы у вас у всех было все хорошо. Обязательно лишний раз позвоните родителям, обнимите родителей, скажите, что вы их любите. Потому что так может получиться, что другой возможности может и не быть. Я не говорю то, что это сплошь и рядом, да, какие-то теракты происходят. Но просто когда у нас все хорошо, мы становимся такими некими эгоистами и думаем, ай, там ладно, завтра позвоним, там знаете, послезавтра позвоним, там или еще что-то, или еще что-то. Или, ну, мы начинаем как-то так закрываться в себе, в своем счастье и не видим того, что жизнь-то проходит. Если у нас есть возможность дарить лишние часы, минуты с близкими или тех, кого мы любим, лучше воспользоваться этим моментом, лучше воспользоваться этим временем. Потому что жизнь, на самом деле, такая скоротечная, вы не представляете себе. Потому что в марте месяце я потеряла бабушку, и я понимала, что, в принципе, можно было к ней ездить чаще и видеться с ней чаще. И вот почему-то этот момент и именно это понимание происходит позже. Я очень хочу, чтобы у вас все было хорошо. Я знаю, что меня смотрят в Питере очень много зрителей, я это сужу по сообщениям, которые мы переписываемся в ВКонтакте. Я просто хочу сказать, что будьте бдительны в общественных транспортах, в метро, и держитесь, это реально как бы... Это стрёмно, серьезно. То, что произошло, это стрёмно. И также хочу сказать то, что сейчас пройдет несколько дней, и ролики будут выходить в том же формате, в котором выходили, соответственно. Ну, потому что я считаю, что сейчас не место развлекательному контенту, ну, как-то не то настроение абсолютно. Вот. И я думаю, что через несколько дней после того, как все вот это уляжется, мы с вами снова встретимся, и я уже запущу ролики в своем обычном формате. И я очень рада, что у меня есть такая возможность высказаться все вам. Потому что мне, ну, не знаю, мне не все равно то, что происходит в моей стране, серьезно. Мне абсолютно не все равно. Я сейчас запишу это видео, а пока буду монтировать, буду дальше читать новости, ну, потому что мне не все равно. Берегите друг друга, я вас очень люблю, и до новых встреч. Пока.